Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о том самом чудо устройстве, которое Sony анонсировала в мае этого года. До этих дней мало что было известно об устройстве и мало кто понимал зачем оно нужно, но на днях зарубежные обзорщики получили его и рассказали о каков PlayStation Q Lite на самом деле. Ну а я в этом видосе расскажу вам почему это устройство вам точно не нужно покупать. Да, перед началом видеоролика обязательно ставь лайкусик, а то у тебя сломается твоя любимая консоль, обязательно подписывайся на канал, а то у тебя окончится подписка прямо сейчас если ты не нажмешь. Шучу конечно, ну блин, ну братки поддержите лайкусиком видосик. Вот и обязательно, прям обязательно напишите свое мнение по поводу данной портативной консоли от Sony. Спасибо. Начнем с того, что про данное устройство ходили слухи очень давно. Но почему-то все верили, что Sony наконец-таки возрождает PSP, некую легендарочку, некую полноценную портативку, которую на самом деле до сих пор мы все ждем. Кстати, мне кажется многие были бы этому рады, поскольку рынок портативных устройств в этом году разросся и помимо Nintendo Switch у нас появился Steam Deck, портативка от Asus и в целом я знаю уже достаточно людей, которые данное устройство юзают и кайфуют от них. Да, привет подписчикам из Boosty и другим ребятам, которых я знаю лично. Портативное устройство это действительно удобно, поскольку ты в любой части планеты можешь его просто врубить и поиграть в то, что ты захочешь. Я кстати тоже трогал Steam Deck, да, когда мы встречались с ребятами из BigPick, Дим Ванпойнтом и Серегой Тараном. И честно говоря, мне зашло. И знаете, магия заключается в том, что когда ты смотришь на такое устройство на экране через YouTube, ты не ощущаешь всей крутизны и надобности в нем. Но как только ты вживую возьмешь его в руки, ты офигеваешь от того, что эта штуковина может тебе запустить твою любимую игру, по сути без интернета, без каких-либо приколюх, а с помощью своего железа. Конечно, у таких устройств тоже есть некие нюансы, но все равно это клево. И в целом было бы логично, если бы Sony пошла бы тоже завоевывать часть этого рынка, и на самом деле я думаю, что оно пользовалось бы спросом, поскольку у Sony есть то, что нет у других. Это эксклюзивы, которые делают плойку желанной. И какая-нибудь PSP там Next Gen Edition уж точно бы навела бы шуму. Но, к сожалению, все вот эти вот надежды, все вот эти мечты, они просто разбились об скала. Да, и в мае этого года PlayStation анонсировала такое устройство под названием как PlayStation Q Lite, которое на самом деле фиг его знает для чего вообще. И о котором, кстати, при анонсе толком-то и не рассказали. Все гадали, какое же оно будет, для чего оно. Ну, нет, конечно, сразу нам сказали, что это устройство для потоковой передачи, но мало кто понимал надобность в нем и ждал какой-то, не знаю, мега-фичи. Ну, типа, вдруг был бы какой-то секретик, который бы забайтил бы покупать данное устройство. Ну, а совсем недавно появились полноценные обзоры данного устройства, и теперь мы все знаем, что это за чудо. Кринж. Ну, во-первых, устройство получило финальное название не PlayStation Q Lite, а PlayStation Portal. Устройство оснащено 8-тиймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD и частотой обновлением 60 Гц. Оно позволяет удаленно подключаться к PlayStation 5 по Wi-Fi, чтобы запускать игры, установленные на консоли. Устройство, если что, имеет все основные функции беспроводного контроллера DualSense, в том числе адаптивный триггер и тактильную обратную связь. У нее есть, если что, вход в мини-джек для обычных наушников, и цена данного устройства составит 200 долларов. И выйдет она в продажу где-то в конце 2023 года. И сама Sony при этом позиционирует PlayStation Portal как идеальное устройство для геймеров, которым приходится делить телевизор в гостиной с другими людьми, или им просто хочется играть в свои игры с PlayStation 5 в другой комнате. И теперь я эту информацию вам ржую, чтобы вы уж точно кринжанули. Данное устройство это не полноценная портативка, это некий аксессуар приложения Remote Play, которая просто может вам запустить игры с PlayStation 5 при помощи потоковой передачи. То есть, если вдруг у вас под рукой не будет нормального интернета, но будет данное устройство, оно будет бесполезно. Про батарею, к сожалению, ничего не сказали, но мне почему-то кажется, что ее будет хватать не так уж надолго, потому что тоже DualSense держит не так уж много, да, где-то, ну не знаю, до 7 часов, то с экраном, мне кажется, он будет держать еще меньше. А, да, еще у этого устройства не будет Bluetooth, но, чтобы вы не расстраивались, Sony сейчас как бы рекламирует свое некое новое соединение, по-моему, оно называется PlayStation Link, которое позволит вам присоединять фирменные наушники от Sony и, ну, наверное, сделать какую-то там мега-связь. Короче, если вы хотите играть в беспроводных наушников на этой псевдопортативке, то будьте добры купить новенькие наушники от Sony, которые, кстати, будут стоить 200 баксов. Честно говоря, я все еще не понимаю какой-то супернадобности в данном устройстве, поскольку есть прямая альтернатива. Вы можете, не знаю, скачать приложение Remote Play на смартфон, просто подключиться к своей консоли и у вас будет то же самое. Абсолютно то же самое. Многие могут сказать, ну, понимаешь, на телефоне экран маленький, это не совсем удобно, ты будешь портить себе зрение. Окей, без проблем. Тогда вашему вниманию я предоставляю замечательный планшет BlackFu Tab 16, который точно будет в 100 раз круче того устройства, которое сделала Sony. Ну, во-первых, в комплекте вас ждет помимо самого планшета чехол, который помимо защиты может быть вам и подставкой. В коробочке вас встретит еще защитное стекло, зарядка и еще и стилус, которым можно либо управлять, либо рисовать. Экран у этого планшета на 10,95 дюйма, разрешение Full HD и 60 герц, кстати, да. Сам планшет тоненький, отчего его удобно брать с собой в дорогу, на работу и еще куда-нибудь. Имеет металлический корпус, что очень приятно на ощупь. Есть 4 динамика, передняя камера у него, кстати, на 13 мегапикселей, а еще фронтальная на 8 для того, чтобы общаться с кем-нибудь по видеосвязи. А также у него есть возможность вставлять сим-карту, чтобы оставаться на связи всегда и даже вне дома. Данный планшет имеет 8 гигабайт оперативки, отчего ведет себя крайне шустро и без тормозов. А еще у него память на 256 гигабайт, что позволит вам накачать просто дофига всего. И поскольку данный устройство работает на андроиде 12, на нем вы найдете кучу полезных приложений, а также получите доступ ко всем мобильным игровым новинкам в виде PUBG, Call of Duty Mobile, Stand of A2, конечно же Genshin Impact, сможете запустить куда же без него, кстати, фанаты Genshin'а с вас лайкусик. В общем, игр, в которые вы сможете поиграть и даже без интернета, ну просто море. Лично мне на платшете удобно смотреть какие-нибудь видосики, когда я на кухне, а также брать его с собой дорогу для работы. Кстати, из прикольных фич здесь есть ПК-мод, с помощью которого можно подключить клавиатуру и мышку по блютузу и работать, к примеру, в аналоге офиса. И да, это удобно. Аккумулятор у него почти на 8000, что должно хватить на целый день, и это не может не радовать. Ну и, конечно же, самое интересное, для чего мы здесь и собрались, с помощью него вы также беспроблемно можете играть в игры от PlayStation с помощью приложения Remote to Play. И да, помимо геймпада играть можно даже при помощи сенсорного управления. Кстати, что для этого нужно? Подключиться первый раз к домашней сети, подключиться при помощи приложения к консоли, подключить геймпад к планшету при помощи блютуза. Если вы вдруг не знали, то нужно просто задержать вот эти две кнопки, когда геймпад выключен, до того момента, пока он не начнет мигать. И как только он замигает, он войдет в режим синхронизации, и вы сможете подключить его к любому устройству, у которого есть блютуз. Короче, просто подключайтесь и воуля. Вам не придется покупать PlayStation Portal. Не, ну реально, попробуйте меня переубедить в этом. И поскольку планшет и есть блютуз, к нему вы сможете подключить любые наушники, и вам не надо будет покупать какие-либо там специализированные наушники за 200 баксов. Ну а если вы вдруг фанат Xbox, как и я, то планшет можно использовать и для игр коробки, также по потоку и передаче через приложение Xbox, и даже с контроллером. Который, кстати, тоже можно без проблем подключить по блютузу. На самом деле, планшет действительно хороший, подойдет и для ребенка, и для взрослого, поэтому если вдруг вы задумались о покупке, то он того стоит. И самое главное и удивительное, это то, что сейчас идет распродажа на Алиэкспресс, и его можно купить дешевле, чем за 10 баксов, и всего лишь за 16 тысяч рублей. Поэтому поторопись, ссылочка будет в описании. Не, на самом деле, я действительно не понимаю, зачем вам PlayStation Portal, если у вас там есть телефон или планшет. Нет, конечно, вы можете меня переубедить и сказать, ну понимаешь, с планшетом не так удобно лежать, да, с телефоном это не то, но разве для этого случая вы хотели бы переплачивать 200 баксов? Не, пацаны, если у вас реально дофига денег, то я вам оставлю ссылочку в комментариях, вы можете мне, ну, немножко отсыпать, по-братски. Я серьезно, потому что, ну, покупать такое устройство лишь для какого-то единичного случая, ну, не знаю. Единственное преимущество данного устройства будет, пожалуй, лишь, ну, не знаю, в каком-нибудь значке PlayStation, если вдруг он там вообще есть. И, наверное, в том, что, по сути, устройство, оно оснащено всеми функциями DualSense. То есть, если вы подключите, например, DualSense к планшету или телефону, у вас не будут работать адаптивные триггеры, вот эта вот супер-мега-вибрация, а на том устройстве она будет. Вот, типа, покупайте, так скажем, это устройство ради тактильных ощущений. Но, как по мне, их можно пережить, особенно тогда, когда ты играешь в игры по поточке. Я также прекрасно бы понял, если бы это устройство обладало бы какой-то киллер-фичей, да, имело какое-то супер-мега-соединение, которое, ну, могло бы бесперебойно, там, не знаю, передавать изображение с плойки, да, по некому, там, аэрдропу, да, и у вас не было бы задержек, вам не нужно было бы какой-то Wi-Fi, и вы могли бы, там, не знаю, играть с любой точки планеты. Но это же просто потоковая передача. Напомню еще раз, Sony сама же позиционирует данное устройство как устройство для тех, кто просто борется за телек. Или просто, кто хочет поиграть в другой комнате. И если вы вдруг не готовы перетащить свою плойку в другую комнату, и вы готовы за это платить 200 баксов, пацаны, ну, лучше вложитесь в пирамиду, ну, вот реально, вложитесь в какой-то там джамбо-коин, ну, не выбрасывайте свои 200 баксов на это устройство, я вас прошу. Если вы, к примеру, ну, прям очень хотите полежать лежа с удобством, то купите, я не знаю, какой-нибудь геймпад для телефона, похожий на геймпад от PlayStation, кстати, есть такие. Вот, и в целом ситуация решится. Нет, кроме шуток, по-любому найдутся люди, которые купят данное устройство. Я, кстати, даже знаю такого. Привет, Jim Fish. Вот, по-любому кто-то от него кайфанет, но, как по мне, вот лично для меня данное устройство бесполезное просто омега бесполезное. Вот, ну, во-первых, оно не будет спускаться, по сути, без плейки пятой, да, потому что она бессмысленна без плейки пятой. И мне кажется, что, брав его в дорогу, она будет неудобной при перевозке, да, если только докупать к нему какой-нибудь, там, не знаю, фирменный чехол, чтобы стики не сломались. Потому что если сломаются у вас стики на этом, да, устройстве, то вы вряд ли докупите половинку геймпада. Вам придется либо его чинить, либо играть на сломанном геймпаде, потому что конструкция цельная. Просто я бы еще понимал бы смысл устройства, если бы она предоставляла какие-нибудь эксклюзивные фичи по типу, я не знаю, дополненной реальности. Там была бы какая-то камера, дополнительная информация для игр от плейки. Но ничего этого нет. Она просто создана для того, чтобы включать приложение ремоутплей. Все! И на фоне портативных устройств по типу симдека она смотрится просто как вот... Просто как говно! Но, может быть, я не знаю, Sony просто решил заскамить своих фанатов, да, и просто решил, не знаю, продать людям, которые вообще не шарят за игровую индустрию, и которые, там, не знаю, когда-то слышали, что есть портативное устройство, и они подумают, что PlayStation Portal это некая портативка, некая PSP, да, купят, потом разочаруются. Ну, ну, прям, я реально не знаю, вот какой смысл в данном устройстве. Также я прекрасно бы понял данное устройство, если бы там вставлялась бы симка, или, не знаю, она бы была способна запускать игры от плойки по облаку, да, по типу устройства для X-клауда, почему бы нет? Ну, я, блядь, реально не знаю. Ну, кто это придумал? Пока все мнения об этом устройстве, которое я слышал, на самом деле были тоже такие себе, они, ну, многие до сих пор не понимают смысла этого устройства, но ведь японцы для чего-то это сделали. Для чего-то ведь данное устройство, просто чтобы вы понимали, в компании, когда вы, ну, что-то там делаете, вы должны это просто мега согласовать. Там просто миллион каких-то пунктов, и раз они утвердили данное устройство, видимо, для чего-то оно нужно. Может быть, конечно, для будущих каких-то, не знаю, супер-мега идей, да, может быть, действительно есть какая-то заготовочка, о которой мы не знаем, хотя, блин, какие нахрен заготовочки? Мы просто преувеличим, мне кажется, какую-то легендарность Sony, вот, но допускаем, окей, там будет какая-то киллер-фича, но вопрос тогда, ну, простой, почему они не говорят? Сейчас устройство, которое нужно для лишь приложения потоковой передачи, смотрится действительно как-то по-клоунски. В общем, если вдруг вы действительно знаете какую-то потребность в этом устройстве, некую киллер-фичу, да, из-за которой вам хочется ее купить, напишите ваше мнение по поводу этого в комментариях. Просто, знаете, если PlayStation Portal действительно получит какой-то охват, и она будет пользоваться спросом, завоевывает там большую часть рынка, ну, я как минимум буду просто в шоке, реально. На этом у меня, в принципе, все. Большое спасибо вам за просмотр, обязательно ставьте лоис, если вам понравился видос, подписывайтесь на канал, вот, не покупайте PlayStation Portal, я вас прошу, реально, ну вот, ребят, послушайте, лучше скачать приложение на телефон, вот действительно, у вас будет тот же самый PlayStation Portal, или, не знаю, купите, я не знаю, маме цветов, вот, реально, это будет намного лучше, и намного прикольнее, нежели вот это вот сие чудо. В общем, на этом у меня все, спасибо за просмотр, пока-пока. Бля, это реально, кто нахуй его придумал, это же пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok